В общем такой влог странный получился. Сделали мы вот супчик вот такой вот из фрикаделек сами накатали. Видите, уже ничего не осталось. София, чуть-чуть бы потише. София смотрит планшет. Фрикадельки мне все отдала, но она не ест. Потише чуть-чуть сделает. Вот так орет сильно. Хотела показать, что у нас, что мы ей тут купили. Вчера ездили в гости. Вчера ездили, я ничего не снимала. Фото вспышка. Вот такую купили. Овощи и фрукты. Ту я показывала, не показывала. В общем, родители купили повторные. Я купила ей, получается, другую. По-моему, такую же купила. Вот родители еще раз купили. И вот тут, ну, как видите, какие задания надо делать, да, приклеить. Ворота, чтобы овечки не сбежали. Лошадки там. Морковку. Клубочек там. Киски. Косточку собаки. В общем, да, сыр кошечку. Ой, мышкам. Вот и овощи и фрукты. Тут, получается, в наборе идет вот мама и малыша. Она все просит. Цвета и формы. Домашние животные ей понравились. Фрукты, овощи ей не понравились. Потому что как-то они ей не нравятся. Но я надеюсь, что цвета и форма будет ей интересно. Вернее, цвета. Формы там нет. А цвета, мне кажется, будут интересны. Потому что она знает уже синий, белый. Ну, говорит эти цвета. Какое она еще знает? Желтая она не говорит по-русски, но знает. Она еще доклеила. Не доклеила. В общем, вообще классные вот эти вот пособия. Вообще супер просто. Не знаю. Класс. Я сама вообще радуюсь, когда с ней клею. Вот. Были другие грибочки. И сейчас, видимо, коллекция поменялась. Вот такой вот чудесный сад. Тут раскрашка. Очень такая раскрашка хорошая. Мне нравится гусеница. Такое все большое. Кошка такая вот. Ну, я уж так. Елочка, звездочка, ежик, единый рог. Лягушка. Квах-квах, как она. Вот. Все, по-моему. И вот эту я и купила. Мы тоже... А, нет. Да. Эту мы все раскрасили. И вот такое тут получается в коллекции с коровой. Получается игрушки, видимо. Тут подписано так. Первые слова почему-то. Ну, в общем, тут машинки. Почему-то она машинки просила. Тут, получается, животные в лесу. Не знаю. А тут... Сейчас я, правда, не вижу. Дикие какие-то животные, видимо. Ей тоже они на работе неинтересны. Вот. Копейки стоят. Мы с ней все перекрасили тут. Да, она красила. По-моему, не знаю, кто-то. Или я, или мама. Вот. Это я расскажу. Софи. Синий цвет у меня теперь фигурирует. Ну, понятно, что помогали ей тут раскрашивать. Зайчика у нее такая. Зайчика не разукрасила. Почему-то я фиолетовая она хотела разукрасить. Я ее просто разукрасила. Зайка осталась вообще. Попугайки не разукрасили. Мышку она разукрашивала. Коричневые. Это я и ушки. Это тоже я разукрашивала. Ну, в общем, так. Ну, вместе разукрашиваем. И вот быстро очень раскраски заканчиваются. Вот такой еще. Вот. Не начали разукрашивать. И вот эти вот просто вот наклейки, вот эти пособия, они просто летят, как не знаю что. Потому что таких мы уже две получаем. Это вторая приклеили. Вот. Вчера вот эту с овощами клеили. И вот она выпрашивает мамы и малыши. Все. Как бы это все, так знаете, вот так летит очень быстро. Вообще нереал. Вот. Хочу еще. Показала вот лего. И это. Я хочу вот эти игрушки все убрать. И вот это вот лего. Она еще его особо. Парадайз остров. Тут показано, что можно строить. Но она как-то так. Я, наверное, уберу. Пока она кушает. А, это я на парикмахерскую. Это у нас. Это можно убрать тут. В принципе, ничего такого. А, еще хотела показать новое лего. В инстаграме его уже увидели. Еще он такой классный лего. Эти хорошие такие формы. Сейчас услышит, прибежит. Я уже так покажу вам. Вот такие хорошие. Совка, пошли кушать. Показала, что она пришла. Вот такие они очень хорошие. Фишер Прайс фирма. 60 штук. Общая. Ну, устроили тут с ней немножко. Вот я говорю, одно лего надо убрать. Потому что два будет много. Это вот от брата осталось лего. И еще у нас лего вот здесь есть. Тоже от брата осталось. Оно старенькое. Вот я думаю, его тоже убрать. Ну, мы с ней тут вот паровозик с ней делали. Для домика она тоже... Вот это вот можно убрать, кстати. Она не будет. Я хочу сейчас отсюда взять сюда пару игрушек. Вот мы с ней пояс сделали. Поэтому я не буду убирать. Там книжки, тут кроватка. В принципе, ничего такого нет. Тут я так куклу разложила. Вот одно лего мы оставим сюда, положим. Вот сейчас вот это я лего уберу. Вот это я тоже уберу. Ладно, пусть будет здесь. И вот эту коробку я уберу с игрушками. И все. Вот. И можно уже будет сюда с книжками поставить. А эту тогда туда. Чтобы она тоже книжкам могла подход иметь. Тут пока так все. Плэйдо. Тут эту доску, кстати, я хочу убрать. Она тоже ей не играется. Так что пока тут все нужное. Тут вот я ей кладу вот эти вот наклейки. В досочки она, кстати, тоже уже не играет. Я смотрю. Вот такую чебрашку родители подарили ей. На год и десять. Ой-ой-ой. Это истинно. Я тут прямо в ящиках. Скажите, а если вы не узнаете кто? Ну вот если бы меня взяли в детский сад, то мне не было. Да ладно. Давай играть в ней. Класс. Такой чебрушка. Красная шапочка. Именно такой и так. И стол сюда поставили, потому что она здесь иногда готовит кушать. В общем, пока здесь беспорядок. Ну, потому что она все время там готовит. Вот, типа у нее здесь кухня. За столом она особо не сидит. Ну, как у нас там по погодке? Мы так хорошо погуляли. Я забыла взять камеру. Хотела поснимать. Хорошо на улице. Все тает. Такая погода. Асфальт хороший. Светло так и летит. Но я уж извиняюсь, что у меня такой глаз. Видите, мне сейчас глаз болит. Надо закапать. Получается у меня... Как же... К врачу мы ездили. Она сказала, что у меня вирусный конъюнктивит. Вот. И такой вот глаз. Я поэтому все эти дни не снимала. Вчера вот мы ездили в гости. Тоже не снимала. Ну, в инстаграме вы увидели. Там у них там камин такой один настоящий, да. Посидели. Ну, там знакомая наша, она сделала пиццу. Блинчиков напела, конечно. Напекла все так калорийно. Я два блинчика съела. И, наверное, одну такую пиццу съела. Пицца очень вкусная. И блинчики такие пышные, как у бабушки в деревне. Вот. И поправилась я, да. Там пока не буду сколько говорить, сколько вешу. Но надо худеть. И, видимо, вчера поела так. Стараюсь. Вообще вечерами мало есть. Но в гостях, сами понимаете, не получается. Вот. Так что много не буду говорить, потому что глаз такой не очень. Не хочется долго с таким глазом вас пугать. Тут много раз, да, разговаривали со свекрами, в общем. Вот. И они выслали денежку Софии. Я думаю, кому-то будет интересно. Вот. Муж мой ездил, получается, отправлял деньги. Но это не его деньги, так как, как свекр мне говорит, он тебе сейчас ничего предложить не может, деньги послать не может, потому что у него много долгов. И ему, типа, неудобно перед тобой показываться. И телефон разбил. И, ну, типа, в этот раз мы послали, там, в другой раз пусть он там послает. Вот. Ну, все равно, как бы, держусь с ними, ну, как связь. Все равно они Софии любят. Пусть они с ней разговаривают. Мне, в принципе, как бы от этого ни жарко, ни холодно. Все равно мы пока здесь остаемся. Вот в июне я жду садик. И сказали, в конце февраля позвонят. Не знаю. Или в начале марта. Но если не позвонят ни в конце февраля, ни в начале марта, я уже сама позвоню. Там числа 5 марта скажу, ну, что вы сказали, что позвоните, скажете насчет садика, потому что нам очень нужен садик. Как она привыкнет к садику, я пойду работать, и уже все. Конечно, да, есть такие мысли, что там муж начнет меняться, долги гасить, там что-то изменится. Но пока этого не происходит, значит, надо жить реально. Она пойдет в садик, я на работу. И вот так вот потихонечку будем жить. Так что канал пока не буду забрасывать, буду снимать. Ну, конечно, если я выйду на работу, уже поменьше буду снимать. Но буду стараться там хотя бы, когда буду выходить, допустим, с работы снимать, или когда Софийку иду в садик собирать. У меня еще, кстати, снято там пару тем на турецкие темы. Все равно как бы я прожила 5 лет, и я думаю, не знаю, может, кому-то будет интересно. Будут выходить такие лайтовые темы, не такие, которые вот, там, не выходите за турка замуж. Таких тем я не буду делать, потому что YouTube перегружен, и, ну, мы должны сами понимать, и для себя делать выбор, да, стоило нам выходить за иностранца или нет. Ну, как бы, да. Там есть свои плюсы и минусы, как говорится. Эти темы уже изъезжены, да, вдоль и поперек. Вот, поэтому, ну, у меня будут такие темы, пару тем у меня есть, там, такие они лайтовые, я буду снимать. Ну, если что-то вспомню, то буду, конечно же, такие темы снимать, если я буду работать, я думаю, что у меня... Или такое два через два найти, если даже на неделе работать, там, выходные, неужели я, там, выходные не смогу снять. Или, скорее, вот, все эти темы снять, пока София будет в садике привыкать, там, месяц-два, ну, я не смогу устроиться, потому что она будет привыкать. Ну, как, за месяц она уж привыкнет, хотя всякое может быть. Ну, как она привыкнет в течение месяца, то уже на второе месяце можно в июле найти работу. Ну, может, и в июне получится найти, вот. Так что я вначале с вами не сказала всем привет, вы уж извините, сейчас хочу с вами попрощаться. Просто как-то, да, там, получается, мы гуляли, снеговик был, что-то там. Ну, в общем, какие-то фрагменты этой недели я вам поснимала, вот, и хочу закончить влог. Вот, как-то так получилось, что... Так на мою маму, похоже, женщина. Так получилось, что, да, так как-то такой сумбурный влог. Ну, вот, такие вот моменты происходили на этой неделе. Вот, много слишком наснимала, опять влог получился большой. Ну, сейчас редко выкладываю, поэтому иногда будут большие влоги. Ну, кому нравится смотреть, и большой влог посмотрит. Хотя я знаю, что короткий проще и легче смотреть, но так как из-за того, что редко выпускаю, поэтому получаются такие, ну, большие влоги. Ну, буду стараться такие коротенькие делать. Все, мои дорогие, спасибо, что вы были эти дни со мной, с нами. Берегите себя и всем пока-пока. Слушайте, я забыла показывала, не показывала домашние животные. По-моему, показывала. Фрукты ей не понравились тут. Она любит животных. Это я вам тоже показывала. Еще такие легкие задания. Тут плюс один, конечно. Ну, ничего. София очень понравилась. Такие вот новые, чудесные наклейки. Они идут уже посложнее. Мы вчера София сделали, допустим, там розовый бегемотик. И она, видите, клеила. Что-то я ей помогала, что-то она. В основном она сама клеила. Вот такие посложнения, задания. Так, это я вам уже показывала. Дальше. Может, снять отдельное видео. Кому было бы интересно. Тут тоже, кстати, видите, допустим, во дворе там цыплята и, ну что. Приклейте на картинку четырех утят. Вот во дворе гуляют три желтых цыпленка. Ну, приклей. И вот их потом всех вместе сосчитать надо. Также и птичек, также и рыбок. И она знает, куда клеить. Видите, что рыбки, клеит рыбок. Молодец. Так, дальше. Это я вам, кстати, показывала. Много раз в день рождения тут тоже. В общем, надо самому придумывать, куда клеить. Тут уже не написано, ну как. Фантазию надо включать. И как наклеишь, так и наклеишь. Тут еще вот их тут много-много. В детском мире мама, по-моему, их покупала. Овощи, фрукты, сказки в лесу, транспорт, путешествия, вкусняшки. Поваренок, наши любимчики, дом и магазин. Куча таких. И вот такие вот. Главное, почему-то нету вот этого вот. Едем, плывем и летим. Потому что одинаковая фирма. Стрекоза. Вообще формат одинаковый. Ну тут тоже. Надо приклеить, допустим, море, да? И уже приклеить там вот катер, лодку. Так, вот нам что, поезд. Ну надо, чтобы нам поезд приклеить. Самолет. А, нет, сюда самолеты приклеивать. Сюда. 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 Субтитры сделал DimaTorzok